Всем привет! Меня зовут Тоня! Добро пожаловать на мой канал! Я вам всем очень-очень рада! Тема сегодняшнего видео «Модные тренды на весну-лето 2021». Да, уже можно делать выводы и говорить о том, что же будет модно в новом сезоне. Конечно, к этой теме мы вернемся еще не раз, уже ближе к весне. Я буду более подробно охватывать эту обширную тему, раскладывать ее по категориям, как обычно мы это любим на моем канале. Сегодня я расскажу вам про 20 уже известных трендов, которые, некоторые из них перекочевали из прошлых сезонов в будущий. Что-то есть из свеженького. В общем, не знаю, как вам, а мне всегда ужасно интересно заранее проанализировать ситуацию и уже сейчас знать, что можно прикупить, во что можно даже вложиться, инвестировать средства и не бояться, что та или иная вещь попросту выйдет из моды и станет неактуальной. Так что после просмотра этого видео все сомнения у вас отпадут и вы будете точно знать, на что можно потратиться, чем себя порадовать. Итак, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, если видео уже вам интересно и будем, наконец-то, уже начинать. Ну а перед тем, как очень быстро с картинками перечислить вам тренды будущего сезона, я хочу поделиться с вами очень радостной новостью. В рамках моего будущего курса я, наконец-то, решила провести свой такой большой бесплатный вебинар-практику, на который, собственно говоря, хочу вас всех пригласить. Мы, наконец, сможем провести вместе с вами время в режиме онлайн. Я в течение двух-двух с половиной часов буду делиться с вами очень полезной информацией. Расскажу вам свою историю, поделюсь своим очень интересным опытом, как я ко всему этому пришла. Мы разберем с вами причины, что мешает одеваться стильно. Я поделюсь с вами любимыми стилистическими приемами, как сделать любой образ более вкусным и интересным. Обсудим все самое интересное и вообще проведем время с пользой. В описании к видео можно найти ссылочку на регистрацию. Регистрируйтесь и увидимся там. Ну что, теперь к главным трендам будущего сезона. И я решила начать свою подборку с тех трендов, которые перейдут в будущий сезон из прошлых сезонов. Это очень полезная информация, потому что уже сейчас вы можете приобрести что-то такое модное из прошлых сезонов весна-лето, зная, что в будущем сезоне эти вещи будут очень даже актуальны. К примеру, вся одежда с супер акцентными плечами, с пышными рукавами буферы будет по-прежнему очень популярна. Поэтому, к примеру, ультрамодные приталенные жакеты с акцентными плечами это по-прежнему отличная покупка. Но если прошедшим летом вы не успели купить себе платьицу с милыми рукавами-фонариками, вы можете спокойно сделать это сейчас, отыскать себе такое платье со скидкой и спрятать до следующего лета. Такой тренд, как широкие джинсы и брюки, набирает обороты, и следующей весной и летом такой крой будет повсюду. Даже такие модные дома, как Лоэ, Шанел и Эрмес внедрили эту тенденцию в свои новые коллекции. Широкие брюки с нами надолго. Надо брать. Кроп, топы и всевозможные брант также никуда не денутся. Уж очень они приглянулись всем модницам мира, особенно худеньким. В общем, этой зимой стараемся держать себя в форме, не налегать на сладкое, потому что вообще в целом весной и летом 2021 года в коллекциях на сезон весна-лето очень много голого тела. Скромность в следующем году точно будет не в почете. В общем, продолжаем носить брант и кроп-топы. Будем надевать их с объемными жакетами, кардиганами, рубашками, просто джинсами. Так что качаем пресс и выбираем себе подходящий вариант. Не наигрались пока еще дизайнеры с накладными воротничками. Вот эти огромные воротники, особенно в стиле ретро, по-прежнему будут радовать нас весной и летом. Я говорю радовать, потому что, на мой взгляд, такие воротнички хоть подходят и не под каждый стиль, и не всем они нравятся, но нельзя отрицать тот факт, что выглядят они очень мило. И глядя на такие милые образы, хочется как минимум улыбнуться. Во всяком случае, у меня так. Пятый тренд, который я уже не первый раз настоятельно рекомендую приобрести, это панамы. Как раз в прошлом видео рассказывала о них. Зимой это теплые панамы, кожаные, меховые, плюшевые и так далее, видовые. Весной, летом обычные тканевые панамки, к которым мы уже, мне кажется, успели привыкнуть прошедшим летом. Так что, если увидите где-то классную панамку, обязательно, как минимум, примерьте ее, ну и как максимум купите себе две, они с нами надолго. Шестая тенденция, это стиль, который с нами уже очень давно, у которого огромное количество поклонников, это стиль минимализм. Я главный поклонник. Супер минималистичные образы из составляющих простого кроя, прямые линии, чистые оттенки, очень много таких натуральных, нейтральных цветов. Ничего лишнего, никакого декора, комфорт и такая роскошная простота. Дальше, более конкретно, седьмой тренд, это огромные сумки-баулы, которые, причем, модно сейчас и будет носить в руке. Опять же, так как эти сумки уже в прошлом сезоне были популярны, сейчас можно найти их повсюду. Некоторые прекрасные, актуальные модели с большими скидками. К весне и лету, конечно же, выйдут новые коллекции, новые модели, но все это будет похоже и никто не скажет, из какого сезона ваша сумка. Я имею в виду сейчас, если мы говорим не про какие-то люксовые бренды. Такой вот удобный, живучий тренд. Следующий тренд, это одежда розового цвета. Будут актуальны розовые тотал луки, если кто смотрел из вас сериал Emily in Paris. Наверняка запомнили не слишком, на мой взгляд, удачный образ розового цвета, но как пример этой тенденции, прекрасно сойдет. В общем, вся одежда розового цвета, начиная от нежного пудрового оттенка, заканчивая яркой фуксией, актуальна уже сейчас и будет особенно популярна весной и летом следующего года. Полюбившиеся очень многими объемные платья парашюты или по-другому платья baby doll переходят в следующий сезон весна-лето и продолжают радовать нас там. Такие милые платья, в которых очень комфортно, нигде ничего не облегает и тем не менее это смотрится очень женственно. Ну и яркий цветной color block, также перекочевал в сезон весна-лето 2021, ярких оттенков, неожиданных сочетаний в образе будет очень много. Вот такой модный баланс в будущем сезоне, с одной стороны минимализм, с другой стороны яркий взрывной color block. Это опять же про то, какое сейчас разнообразие и выбор у нас есть. Выбирай на свой вкус и цвет, и все равно будешь модным. Теперь, что у нас из новенького? Очень яркий тренд будущего сезона это синий Total Denim. Синего денима с головы до ног было очень много. Он появлялся в коллекциях дизайнеров, у кого его казалось бы быть не должно. Таких, к примеру, как Dior, Burberry. Конечно, особенно хороши будут джинсы Closhe из синего денима. Closhe, кстати, тоже по-прежнему будет очень популярен. Поэтому вот вам, к примеру, уже один модный образ на весну. Это сочетание синей джинсовой рубашки с синими джинсами Closhe. Насчет цвета. Одни из самых главных и, пожалуй, самых прекрасных оттенков будущей весны и лета станут нежно-голубой и свежей шалфейной. Это очень приятные для глаз оттенки, на которые хочется смотреть вечно. Поэтому, если встретите нечто подобное в магазине, обязательно примерите и, если понравится, то берите. На мой взгляд, просто ходить в таком цвете одно удовольствие. Я у себя в Инстаграме уже восхищалась этими оттенками после просмотра показов Акберто Ферретти, Акне, Хлоэн и Босс. Следующий тренд, которого было неожиданно много на показах именитых дизайнеров, это худи и треники. Несмотря на то, что такая комфортная одежда уже давно в почете, все-таки столько ее на модных показах до этого не было. Босс Максмара и Балентиага показали самые классные сочетания. Помимо привычных костюмов худи плюс джоггеры, стали появляться и олимпийки на замке по фигуре. Дальше из той же песни халаты, кимоно и всевозможные накидки. Тренд, который набирает обороты уже сейчас и весной и летом будет особенно популярен. Этот тренд, это, конечно, дань самоизоляции и оно и понятно, очень удобно. Накинул красивый халат или накидку и пошел встречать курьера или доставку. Самый красивый в коллекциях у Диор, Шанел и Армани. Следующий тренд, про который я недавно вам говорила, это низкая посадка. Низкая посадка набирает обороты и снова отмечу, что это относится к брюкам или джинсам широкого кроя. Никаких моделей скини с голым пупком, как в 90-х. Низкая посадка у свободных моделей. Очень много на подиумах в новых коллекциях у именитых дизайнеров было пайеток, серебра, блестящие ткани. Другими словами, стиля диско. Бальман, Валентия, Галуи Бетон, Изабелл, Марант, в общем, пайеток и всевозможных блестяшек было очень много. Кстати, поэтому наряд на этот Новый год можно покупать себе с расчетом на то, чтобы продолжить носить эту одежду весной и летом 2021 года. Трикотаж летом ни для кого не новость, но очень уж он нам полюбился. Вязаная трикотажная одежда в летнем исполнении будет продолжать радовать нас и следующей весной и летом. В общем-то, вязаные вещи хороши всегда, просто в теплое время года предпочтительнее хлопковая пряжа. Все, кто просматривал последние показы, наверняка выделили такой тренд, как мини-юбки и мини-шорты. Иногда они были похожи на одежду из детского гардероба. Вообще, есть ощущение, что голые ноги станут главным акцентом образа весны и лета 2021. Такие мини можно было увидеть у Chanel, Miu Miu, Isabel Marant, Versace и даже элегантный Christian Dior. Девятнадцатый тренд – прозрачность. Обнаженное тело в прозрачных летящих тканях. Поэтому летом легкая туника длиной Maxi из прозрачного материала станет прекрасным модным вариантом. Ну и двадцатый и, пожалуй, самый яркий тренд наступающего 2021 года – это неон. В будущем сезоне такую красочную палитру можно обыгрывать не только в спортивных образах, но и в повседневных. Можно, к примеру, выбрать минималистичную юбку в сочетании с верхом разбеленной палитры. Все-таки добавлю и расскажу еще про 2021 тренд, раз уж мы говорим про 2021 год. Один из самых модных оттенков весны и лета 2021 станет цвет жженого апельсина. Вот так красиво звучит. На самом деле жженый апельсин – это всего лишь название одного оттенка супермодного оранжевого. От этого цвета дизайнеры все никак не могут отказаться. В наше непростое и не самое веселое время такие оттенки – это отличная идея. Поэтому, если вы видели классное платье апельсинового оттенка, хватайте. В общем, дорогие, вот такие тенденции на следующий год. Как обычно, трендов очень много. В последнее время можно очень часто услышать фразу о том, что трендов больше нет, модно все. На самом деле, как ни крути, человеку свойственно искать ориентиры даже в таком огромном выборе. На этом у меня все. Я еще раз хочу напомнить вам про мой бесплатный большой вебинар, в котором мы проведем с вами время с пользой. Я расскажу много чего интересного, покажу. Переходите по ссылке в описании к видео, регистрируйтесь. Я буду очень-очень вас ждать. А также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео. Также приглашаю вас к себе на страничку в Инстаграме, в Телеграме. Всех вас обнимаю, желаю вам прекрасных выходных и до встречи в следующем видео. Всем пока! Пока!